Своего пушистого зайца маленькая Лера ни на минуту не выпускает из рук. Взяла с собой даже на заседание суда. В магазин за долгожданной игрушкой девочка отправилась как раз в тот день, когда попала под машину. На обратном пути переходила дорогу к киоску, где работает мама, и неожиданно оказалась под колесами автомобиля. Я побежала к маме, а машина ехала, а машина задела. Тетя посмотрела в окно и уехала. Слава Богу, у нас все благополучно, у нас вообще никаких травм нет. Вот это прям, я говорю, доченька, ты у меня в рубашке родилась. Как позже выяснилось, за рулем автомобиля была Дарья Усачева по иронии судьбы. Она родственница пострадавшей девочки. На вопрос, как все случилось, девушка отвечает, мол, ребенок упал сам, и никакого ДТП не было. Поэтому и уехала с места происшествия. Не уверена я, что я ударила машиной ребенка. Если бы я почувствовала, что ударила, я бы, конечно, вышла бы. Вышла подруга моя, у меня было средство состояния, и ребенок быстро убежал, даже не успел за ней убежать. И она убежала в сторону, сзади машины. Случаев, когда водители уезжали с места аварии только в Самаре, в этом году было около 70, и большая часть таких дел раскрыта. Найти машину, которая сбила Леру, полицейским помогли очевидцы. На Новомолодежном переулке, где случилось ДТП, располагается рынок, поэтому свидетелей произошедшего немало. Люди рассказали машина, черный седан, назвали номера и показали, куда уехал автомобиль. Была изъята видеосъемка с камер фотофиксации административного правонарушения. Это расположено на улице Уральская с пересечением Учевская. И после просмотра данной видеозаписи был установлен автомобиль Ситроен С5. После чего был установлен водитель. Мировой суд Куйбышевского района постановил обвиняемую лишить водительских прав на год. Придется ли ей выплачивать компенсацию пострадавшей девочке, определит судебная медицинская экспертиза. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.